Какая игра заставила вас психовать больше всего? Overwatch. Игру можно сравнить с футболом, где каждая игрок хочет быть нападающим и владеть мячом. При этом ворота остаются пустыми. Затем команда проигрывает и все срутся на предмет того, что никто не хотел быть вратарем. Ты только что описал Rocket League, а эта игра еще больше похожа на футбол. Когда я был мелким, на моем NES контроллере были следы от укусов. Потому что я не мог разобраться, как сохраняться в игре Киды Карус. Оказывается, там показывался код, когда ты умирал. Но я все равно был твердо настроен пройти игру. Я проводил целые часы за этой игрой только для того, чтобы умереть и вернуться в самое начало. Из-за этого мой 12-летний мозг наполнялся зомби-яростью. И я впивался зубами вплоть к контроллера и сжимал его до тех пор, пока моя ярость не остывала. Современные дети никогда не поймут нашу боль. Раньше ты не мог просто взять и посмотреть все в интернете. По-любому For Honor. Еще ни одной игре не удавалось вытащить из меня такую мощную и чистую ярость. Rainbow Six Siege. Блять, откуда он меня застрелил? Том Клэнсис какого хера, это не хедшот. Rocket League. После наигранных двух с половиной тысяч часов, это больше ярость, чем веселье. Мне нужно прекратить играть в эту игру. Именно из-за этой игры я и сделал данный тред. Я наиграл всего 100 часов. Никогда не сталкивался с таким токсичным комьюнити. Echo the Dolphin. Это моя любимая игра, но она очень сложная и криво сделанная. Третий уровень под названием Lagoon самый сложный во всей игре. У меня годами лежала эта игра, и я никогда не мог пройти дальше первого экрана. Я думал, что суть игры заключается в том, что ты просто плаваешь в этой маленькой бухте. Я был глупым ребенком. Братан, то же самое. Я наяривал круги, пытаясь найти хоть что-то. Думал, что игра была просто сломана. Сейчас я впервые узнал о том, что это полноценная игра, а не симулятор плавающего дельфина. Большинство онлайн-PVP игр. У меня очень дерьмовое интернет-соединение. Aladdin. Уровень, где нужно лететь на ковре самолете по лавопещере. И еще Lion King. Нафиг этот Акуно Матата водопад. Cuphead. Покойся с миром, мой контроллер. В первый раз я играл в Cuphead на лаптопе. Все битвы с боссами шли на нем идеально, кроме схватки с Grimm Matchstick. Как только у босса вырастали еще две головы, игра начинала жестко лагать, а частота кадров проседала до 10. Я замочил его при таком FPS, плюс у меня оставалось всего одно сердце. До сих пор считаю это моим самым большим игровым достижением. Многие уже упомянули онлайн-PVP игры, мой выбор Rocket League. А вот из одиночных игр я выбираю Sekiro. Во время первого прохождения я потратил на одного босса несколько дней. Все никак не мог его пройти. Тут я дошел до момента, когда боссу оставалось нанести один удар, но и у меня было совсем мало здоровья. Босс меня замочил, я бросил контроллер, от чего он сломался, и вышел на улицу. Я думаю, это был самый высокий уровень гнева, который я когда-либо испытывал. Если кто-то хочет посмотреть, то у меня есть видос. Обновлено. В самом конце на заднем фоне можно услышать, как ржет моя девушка. Это... Клаус! Нет! Баттлтоудс! Баттлтоудс! Что я не один живу с этой болью. Один парень прошел этот уровень с завязанными глазами. В конце 90-х я купил какую-то игру про бейсбол для ПК. Она загружалась в ДОС. То ли я был слишком молод, то ли я случайно поставил слишком высокую сложность. Но я ни разу не мог попасть по мячу. В конце концов я заплакал и выбросил игру. Обновлено. Я пытался найти ее. Кажется, она называется Хардболл 4. Гитар Хиро 2. Песня Фрея. На уровне сложности эксперт. Мои пальцы школьника были еще слишком малы для того, чтобы одним пальцем нажимать на зеленую кнопку, а другим дотягиваться до оранжевой. С другой стороны, я чувствовал себя рок-звездой, разбивающей гитару. Лиг оф Леджендс. Тут два варианта. Либо тебя в пух и прах разнесет суперскилловый противник, который, скорее всего, занимается смурфингом. Либо твои тиммейты думают, что должны играть на более высоком рейтинге, хотя играют так, будто бы это их первый раз. Даже если ты до последнего пытаешься быть спокойным, у тебя все равно бомбанет от чата. Все понимают, что команде нужен лидер, но никто не хочет, чтобы им был ты или кто-либо другой. Вероятно, одна из первых игр серии Castlevania для NES. Был там один сложный прыжок, из-за которого я кинул геймпад. Я слышал, что первые игры серии Castlevania прозвали разъебыватели контроллеров, или типа того. Ну и еще уровень на мотоциклах из Battletoads. Among Us. Меня бесит не сама игра, а люди, которые в нее играют. Меня поражает, насколько глупыми могут быть люди. Будучи взрослым, я не бросал контроллеры десятилетиями. Но эта игра заставила швырнуть мой пат через всю комнату. Я сказал себе, «Бро, это же игра для детей, какого хера ты так взбесился?» Minecraft в режиме survival. Скелет ударил меня, и я свалился в лаву со всем своим снаряжением. Я респавнулся в своем тщательно сконструированном доме. У кровати находился крипер. Он подорвал меня, и я появился в самой начальной точке игры без ничего. Недавно мой сосед по комнате выкинул монитор в окно из-за схожей ситуации. Я не шучу. Для меня лично это любая PvP игра. Будь то Destiny, Rocket League, Counter-Strike, Call of Duty, League of Legends. Я больше не могу играть в PvP игры. Как только я прикасаюсь к любой PvP игре, я чувствую, как просираю время и ненавижу каждую его секунду. Я не знаю, из-за чего это произошло. То ли я не слишком хорош для соревновательных игр, и конкуренция в них вызывает во мне гнев. То ли тиммейты не играют в команде и не стараются победить. То ли я стал просто старше. Я не знаю, но я точно знаю, что любая игра, которая основана на хорошей истории, в 100% случаев мне понравится. Я наслажусь каждой секундой, проведенной за такой игрой. Ghost and Goblins на NES. В жопу носорога эту проклятую игру. Некоторые старые аркадные игры специально разработаны таким образом, чтобы ты оставлял в них как можно больше монет. Ghost and Goblins одна из таких игр. Call of Duty. Любая часть, но от Warzone печет больше всего. Warzone. Все видят меня до того, как я вижу их. Всегда. Если случится чудо, и я увижу кого-то первым, то я буду стрелять в чела, а он развернется, увидит меня и пристрелит. И все это будет происходить в то время, когда я буду нашпиговывать его свинцом. Hollow Knight. Так и не смог пройти финального босса. Я сдался. Может, когда-нибудь. Вот как нужно проходить финального босса. Попробуй. Проиграй. Запомни последовательность атак. Выкинь монитор в окно. Попробуй снова через три месяца. Пройди босса с первой попытки. Dark Souls. На то, чтобы научиться правильно уклоняться и парировать ушли часы. Я люблю эту игру, но она доводит меня до состояния бешенства быстрее, чем любая другая игрушка. FIFA. Мне пришлось слишком долго скроллить, чтобы найти эту игру. FIFA вызывает ярость во мне больше любой другой игры. Я не знаю, что это за прикол, но я ненавижу того человека, в которого я превращаюсь, когда играю в FIFA. Из-за этой игры я орал на своих друзей. Flappy Bird. Эта игра была настоящим злом. Таким сильным злом, что разработчику даже пришлось ее удалить. Super Mario Sunshine. И сраные секретные уровни. Не могу понять, как кому-то могут нравиться эти уровни. Некоторые из них мне безумно нравятся. Хотя я не стану отрицать, что ловлю вьетнамские флэшбеки каждый раз, когда слышу музыку из этих уровней. GTA Online. Ты тратишь огромное количество времени и усилий только для того, чтобы какой-то мешок с дерьмом на летающем мотоцикле взорвал тебя для своего собственного удовольствия. Эта шляпа наполняет меня нечеловеческой яростью. Поиграй в Dark Souls 3, говорил мой брат. Будет весело. Flash Royale. Мне пришлось ремонтировать телефон. Чувствую твою боль. Это раздражающее чувство, когда ты знаешь, что вроде как побеждаешь противников, но все равно просираешь, потому что у них карты выше твоих на 4 уровня. Shadow of the Colossus. Красивая игра, но я заблудился на открытой местности и так и никогда не продвинулся по сюжету. Я был ужасным игроком и часто умирал. Меня дико бесило то, что после смерти я продолжал игру слишком далеко от места гибели. Было потрачено множество часов, и страх превратился в скуку, а разочарование в ярость. Portal. Я не слишком хорош в пазл играх, но зато я слишком упрям. Мне нужно обязательно пройти игру до конца. Моя некомпетентность плохо сочеталась с GLaDOS и ее загадками. Doom Eternal. Офигительная игра, но ты не познал настоящую боль, если не пытался пройти ее на уровне сложности Nightmare. GTA V. Эти десятилетки постоянно меня мочат. В наши дни GTA Online полностью испорчена. В первые месяцы после релиза играть было действительно весело. Все выполняли задания и копили бабки для того, чтобы купить что-нибудь клевое. Теперь же все просто пытаются замочить друг друга. Apex Legends. Я не знаю, кто сильнее меня бесит, враги или мои тиммейты. Небольшая игра, которая называется I Wanna Be The Guy. Создается впечатление, что игра была сделана специально для того, чтобы люди поскорее хотели бы ее выключить. Ну, вообще-то именно для этого она и была сделана. Я бросил игру уже на первом экране. Я прошел три яблока, которые падают на тебя и сразу же убивают. Поднялся наверх и... Меня убило яблоко, которое падает не вниз, а наверх. Oddworld Apes Odyssey. На эту игру я потратил целых два контроллера для PlayStation. Вы когда-нибудь играли в игру Black and White? Там вы играете роль бога. Мой младший брат всегда отыгрывал роль злого бога, который требовал человеческих жертвоприношений и силой захватывал все поселения. В конце концов, в том месте, куда брат указывал курсором, трескалась земля и из трещины вытекала лава. Я был доброжелательным богом и старался делать свои поселения настолько привлекательными, что остальные поселения переселялись туда. Из-под моего курсора росли цветы. Короче, мой брат прошел игру, а я все никак не мог. Все дело в том, что в то время, как я строил библиотеки для своего народа, мои поселения уничтожал игровой антагонист. Я даже пробовал пройти эту игру уже будучи взрослым. Ничего не вышло. Как же меня это бесит. Обновлено. Я написал брату, что до сих пор бешусь из-за этой фигни. А он ответил мне, что я раздражал его своей игрой в Скайрим. Видимо, его расстраивало то, что я больше заботился об усыновлении сирот, чем об убийстве драконов. Видимо, его расстраивало то, что я больше заботился об усыновлении сирот, чем об убийстве драконов. Мой любимый момент в Скайриме, это когда я возвращаюсь домой в 3 утра после убийства императора Тамриэля и слышу Ты мне что-нибудь принес? Сейчас 3 часа утра, съебал в постель! Черепашки-ниндзя на 8 битке. В детстве я так сильно бесился из-за этой игры. Любая игра, в которой есть только автосейвы. Тебе разве не нравится, когда игра сохраняется аккурат в тот момент, когда тебя убивают? Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, а от какой игры больше всего бесился ты. Я, кстати, недавно разбил свой Nintendo Switch из-за Super Smash Bros. И не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока!